Всем здорова, друзья, у микрофона! Как обычный я, Капитоша, Капитон, Капитонов, назвать его вообще как хотите. Или же Даня. Сегодня в видосике, ребята, я просто зарядился идеей, которую я взял у Ерлана, у Ерокса, и сегодня в видосе я собрался потратить просто очень много голды, чуваки. Сегодня в ролике я буду покупать скины, с которых меня убьют, но в 100 раз дороже. То есть, если мне убьются скина за 30 голды, я должен буду купить скин за 3 тысячи, то есть ровно в 100 раз дороже. То же самое, если у меня убьются скина за 300 голды, я должен буду купить скин за 300. Ой, нет, за 30 тысяч. Я что-то немножко попутал, чуваки. Ладно, представьте, ребят, сколько голды сегодня в ролике я могу потратить. У меня уже на балансе есть 30 тысяч, но я могу ведь потратить и даже больше этой суммы, так что, чувачки, приятного вам просмотра, приятного вам аппетита, и всего вам хорошего. А мы приступаем к видосу. Да нет, чуваки, я шучу. Я сегодня разыгрываю вот эту бабочку. Cold Flame, очень красивую бабочку. Она выглядит реально очень клёво, так довольно круто прорисована. Так что, ребята, для участия просто ставите лайкос на видос. Давайте соберём на таком пушистом видосе, ребят, 15 тысяч лайков. Я верю, что вы сможете, все, ну вот все мои подписчики, вы сможете, моя дружная семейка, собраться, просто набрать 15 тысяч лайков. Это для вас не тяжело, ведь ролик реально очень интересный. И, ребятки, напишите комментарий со своим айтишником, нужно собрать ещё и комментариев побольше. И, бро, также, самое-самое-самое-самое главное условие, если ты хочешь участвовать в конкурсе на бабочку, тебе нужно досмотреть ролик до конца. Обязательно сделай это без примоток. Можешь посмотреть даже несколько раз, потому что ролик реально интересный, он тебе очень понравится. И, бро, не забудь подписаться на канал. Моя цель это 500 тысяч подписчиков. Я хочу сделать её до конца зимы, поэтому, бро, обязательно подписывайся. Вступай в нашу дружную семью. Мы здесь только занимаемся позитивом, позитивными вещичками. Так что, бро, подписывайся. Прошлый победитель у вас на экране. Ты можешь забрать приз с голдой, можешь забрать приз с деньгами на карту, бро, я с тобой свяжусь. А мы приступаем к видосу, чувачки. Обязательно участвуйте. Итоги в следующем конкурсе. А нет, в следующем ролике. Всё, погнали, чувачки. Ну, что ж, ребята, я уже запустился в каточку на Сэнстоун. И напоминаю, ребята, что сегодня нас ждёт один очень увлекательный, дорогой и мега сложный челлендж со скинами. Сегодня я буду покупать скины, с которых меня бьют, но в 100 раз дороже. То есть, если мне бьются скины, которые стоят условно голды 30, мне придётся тратить 3000. Это просто жесть. Не-не-не, братанчик, я тебе не дроп на дракуюсп. Не-не-не-не-не. Потому что это просто трэш. Я не хочу тебе дропать. Так, я сегодня взял другой сетик, другую бабочку, другие перчаточки. Обещается сегодня видосик быть жёстким. И, кстати, я специально буду ребята крысить. Специально буду играть мега аккуратно, мега сейвово, чтобы, если что, взять и не купить там, не знаю, сразу скин до тысяч 5 голды. Это было бы очень жёстко, я считаю. Я вижу на минимапе чувачка. Ага. Не получилось прострелить, блин. Но его, кстати, по-моему, гранатой убили. Оп-оп-оп-оп. Всё-всё, добил-добил. Хорошо, хорошечно. Друзья, я думаю, что многие из вас хотят начать снимать ролики на YouTube, либо стримить на Twitch. Но единственное, что у них есть, это мобильный устройство. Но ничего страшного. Я прекрасно понимаю, что когда ты только хочешь начать чем-то заниматься, у тебя нету денежных средств, чтобы банально купить себе аппаратуру. Именно по этой причине мои друзья из компании Donation Alerts решили вам помочь и создали крутое приложение на мобильное устройство, которое поможет вам облегчить эту задачу. И это приложение называется Donation Alerts Studio. Всё, что вам нужно, это просто скачать данное приложение на свой телефон, само собой запастись хорошим интернетом и уже можно стримить прямо со своего телефона. Ну или же снимать видео. Здесь, кстати, можно вести стрим на Твиче, снимать видео на YouTube и даже стримить в Одноклассниках. Ну и ещё вы легко сможете установить невероятно огромное количество виджетов абсолютно бесплатно. Чтобы вы понимали, можно отобразить чатик с донатами и даже стримить с двух камер телефона. Это просто отвал. А самое главное, что это всё очень удобно и можно настроить прямо в приложении. И ещё это абсолютно бесплатно. Просто сканируй QR-код или скачивай по ссылочке в описании приложения. Буду ждать тебя, братанчик, на просторах YouTube или твича с твоим топовым контентом. Пользуйся только качественной продукцией. Ссылочка в описании. Хорошечно. Найс, ребят. Первый раунд прошёл, в принципе, успешно. Уф. Ну давайте посмотрим, пока какие скинчики были у чувачков. Не, не успел ни один скин увидеть. Но я, кстати, наконец-то, ребят, себе купил скин на Фамас в одном из прошлых роликов. Уф. Фамас монстр, прям как и хотел. Ребят, я просто, ну реально, представляю, что будет, если у меня убьются скина там за тысячу голды. Это придётся ещё донатить. У меня и так на балансе 30к голды. И я не представляю, что будет, если ещё придётся донатить. Это же вообще жесть. Так. В спину уже с дробашом залетает. Но у него дробаш за 5 голды. А! Так, найн. Без скина. Без скина, ребят, это сразу говорю. Это просто открытие кейса, потому что... Ну не будем прям сильно усложнять сегодняшний челлендж. И так сложно. И так любая там смерть скина за 30 голды, это просто минус 3000 голды. Это там 2000 рублей. Это просто жесть. Так что, чувачки, будем играть аккуратно. Будем играть сайвово. Будем стараться тащить. Так что, сейчас пропекаем сюда. Опа. Бэт 70 джангл! Ну повезло, хоть это скин не за 30 голды, это скин за 10 копеек. Но он сейчас возьмёт мой Фамас монстр. И просто представьте, что будет, если он меня убьёт с моего Фамасика монстр. Который стоит на секундочку уже 600 голды. Это означает, мне придётся купить скин за 60 тысяч. И у меня есть только половина. Это означает, что придётся донатить 10 раз. Так что, это жесть, чувачки. Ребятки, меня только что убили. В первый раз меня убили со скина P90 джангл. Но я чувствую, всё ещё впереди. Потому что, я буду покупать дорогие скинчики. Я уверен, что я буду умирать. Я уверен, что мои противники будут их подбирать. И это будет очень сложно. Давайте посмотрим, сколько стоит P90 джангл. Стоит он 0,06. Теперь мы откроем, ребятушки, калькулятор, калькулятор. Откроем. И вписываем сюда 0,06. Умножаем на 100. Мы должны потратить 6 голды, ребят. Но я не хочу тратить 6 голды на какой-то скин. Давайте для контента я лучше буду покупать вместо дешёвых скинов кейсики. Поэтому мы покупаем кейс. И нам отсюда выпадает М4 Димон. Ну, блин. Ну, зато 100 трековская. Ладно, всё. Погнали в каточку, ребят. Дальше нас ждёт только жесть, чувачки. Я вам обещаю. Яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Как же это было близко. Как же эта смерть была очень близко, чуваки. Здесь просто каждая смерть это реально смерть, чуваки. Это просто дед. Если я умру, это реально дед. Я не знаю, что я буду делать, если меня убьют со скина там за 1000 голды. Это придётся столько голды тратить, что ли? Я просто не представляю, что произойдёт. Опа, я спалил чувачка. Ох, ты ж, блин, а. В пиксель какой-то стреляет. Лови, лобешник, братан. За своё поведение плохое. Оп-оп-оп-оп. Агрессирует, чувачок. Хаешечка, флешечка, сюда. Лови, Данька. Одну тычку прописал. Вылазь, бро, вылазь. Вылазь. Вылазь, вылазь, вылазь. А, его уже добили. Так, вот тут щелек. Оп-оп-оп-оп-оп. Опасно, опасно. 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 Уходим, пожалуй, оттуда. Оттуда, пожалуй, уйдём. Так, у него М16. Я не знаю, что он за скин. Может быть, на М16. Но там все скины очень дорогие. Всё, у него уже по мне инфа есть. Я просто буду сидеть в ребрах. Надеюсь, повезёт. Надеюсь, получится затащить. Какой дым слабый. Чё ты дымишь, бро? Так, 9 секунд. Всё, просто прожить 9 секунд. Просто прожить 9 секунд, чуваки. Просто прожить 9 секунд. А, он бомбу поставил. Блин, капец. Надо какой-то девайс подобрать. Любой вообще абсолютно. Любой абсолютно девайс подобрать. Просто, чтобы отыгрывать было проще. О, ну хоть вот это подберём. С этим попроще будет. И надеюсь, против меня не скин, а дрочер, который подобрал там, не знаю, дорогой скинчик. В надежде просто, чтобы у него был скин. Я сейчас выхожу на опасную позицию. А, всё, фух. Так, бро, дифузь, дифузь. Главное, ещё сейчас от бомбы не умереть, блин. Я спас. Всё, брат, дифузь. Пожалуйста, задифузь, братик. Пожалуйста. Вся надежда на тебя. Раунд просто в твоих руках. Либо ты сейчас дифузишь. Фух, чувачки. Просто очень хардовый раунд. Я взял дигл. Мы, считайте, разыграли эко. Мы, считайте, разыграли эко. Потому что, чувачки, я просто изо всех сил старался затащить. Чувачки, я изо всех сил старался затащить. Мне очень повезло. Кстати, чувачки, на рейнджерах. Видите, у всех чувачков есть скины. Там у чувака М9 Фрозен. Я просто представляю. Я чувствую, что меня сегодня убьют. По-любому чувствую, что меня сегодня убьют с какого-то прям жёсткого скинчика. И я буду потом всю игру думать. Блин, зачем? Зачем я пошёл записывать этот челлендж? Ну, надеюсь, такого не произойдёт. Что-то мне ещё во время каточки, знаете, кушать захотелось. Ну, вот бывает такое. У меня голоден прямо чисто, знаете, хочется поесть, пойти. А я записываю ролик. А, всё, бомбана. Значит, это, скорее всего, будет Аплен. Так что можно будет попробовать через миддл их аккуратненько обойти так. Ну, беспалевно чисто. Давайте даже ползти будем, пожалуй. Так, у этого АКР Некроманцер десяточка сразу была бы в золоте. Просто 10к голды, если бы он меня сейчас убил. Так, это, ой, это вроде М16 фасет, как у меня. Что? Генерал Гавз. Чуваки, хорошо, что у тебя хотя бы FNFUL этот без скина. Это значит, ребята, сейчас открываем кейсик. Так что погнали, чувачки. Ну, это просто трэш. Ребятки, меня убили во второй раз. Меня убили с оружием без скина, чтобы хоть немножко облегчить себе челлендж. Вместо оружия без скина мы будем покупать кейсы. Давайте опять на этот раз купим кейс. И купим на этот раз кейсик Fable. Бустанём, возможно, бабочку выбьем. Было бы реально неплохо выбить бабочку. Нет, нет, Данька, спустись с небес. Тебе подержит 22 старфул, ты опять потеряешь голду. И отправишься в каточку. В надежде, что тебя не убьют из дорогого скинчика. Погнали в каточку, чувачки. Так, ребята, всё, я снова нахожусь в каточке. А то, если я её сейчас потеряю, чувачки, это мне будет очень огромным пробелом. Потому что, ну, в 100 раз дороже это сколько? Я понял, я понял. Просто 2 хаешечки на мид. Я просто понял, чуваки. 2 хаешечки на мид. Я понял, чуваки. Я понял, я понял. Не-не-не, брат. Не будем с тобой стреляться, пожалуй. Опустим эту тему. Ещё одна хаешка. Сколько хаешек я за этот раунд уже скушал, чуваки? Это жесть. Это просто трэш. Я просто хаешек мог сколько словить уже? Ну, я мог от хаешек спокойно умереть. Ну, хотя так, наверное, даже лучше. Там просто кейсик открываешь. М16 фасет, чуваки. М16 фасет. Ладно, М16 фасет. Это терпимо. Идём покупать М16 фасет. Точнее, скин в 100 раз дороже М16 фасет. Я не знаю, что это за скин. Но идём. Ладно, всё. Погнали, чувачки. Ребята, я снова тут. Меня убили в третий раз. Уже в этот раз со скинчика М16 фасет. Давайте же найдём. Он стоит 0,93. 0,93 мы умножаем на 100. И мы получаем 93 голды. Ладно, за 93 голды мы какой-то скинчик сейчас должны найти и купить. Ищем скин за 93 голды. Так, 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 так. Вот. Опа. Есть АКР-12 карбон. Есть АКР-12 карбон. Есть Теканайн Фейбл. Это Фейбл коллекция. Скорпион коллекция. Ревивл коллекция. Давайте я куплю, ребята, наклеечку с Джирайей. Блин, ребята. Так жалко Джирайю на самом деле. Я немножко переплатил одну голду. Просто, ребята, наклеечка лимитированная. И даже если она... Ну, типа, я её купил. И через время она будет стоить 150 голды и так далее. Так что... Поэтому я не особо тильтадул. И мы отправляемся, чувачки, в каточку. Так, ребята, я снова здесь. И у нас снова это заветная эко. Когда я играю с Диглом. Я только что пробил скинчик. И, чувачки, что-то команда у меня пока что прям не сильно отыгрывает. Но мы стараемся, 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 стараемся. Поэтому сейчас мы встанем. Вот сюда вот встанем. Вот такую позицию. В надежде дать прям лютую какую-то головешечку пацанчику какому-то. Который будет пикать. Ой, хаешечки. Ой, хаешечки. Я люблю хаешечки, чувачки. Нет, нет, я не попал ему по голове. У него авик скрэч. Авик скрэч, если я не ошибаюсь, стоит 4 голды. Но умножаем на 100, это 400. Так что погнали покупать авик. Нет, чуваки, мне просто... Я почти попал ему по голове, это жесть. Ребята, меня убили в четвертый раз. На этот раз меня убили со скина под названием АВМ скрэч. Я не знаю, сколько сейчас стоит АВМ скрэч. Но она стоит 4,5 голды. Чувачки, 4,5 голды умножаем на 100, это будет 450. Но, возможно, вы мне не верите, поэтому я вам покажу в калькуляторе. Умножаем. Ой, не-не-не-не, не на 200, на 100, на 100. Будет 450. Ой, я случайно закрыл калькулятор. Калькулятор обвернем, вернем калькулятор. Ну, сейчас он откроется. Ладно, ищем скин за 450 голды. Скинчик, который сегодня мы приобретем. И какой же это будет скинчик? Так, 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 так. Блин, а вот это уже тяжеленький выбор. Хм, ну здесь, в принципе, много скинчиков примерно за эту стоимость. Давайте купим МП-5 зон. Ну, пусть будет МП-5 зон. Честно, не особо играю с этим оружием. Но зато у меня хотя бы скинчик на него будет. Погнали в каточку. Представьте, вот меня убили срарки, а я купил легендарку за почти 500 голды. Это же вообще жесть. Все, погнали в каточку. Ребята, я снова здесь только что. Мой тиммейт затащил раунд, и он выбил из противника М16 винджет мой. И я просто этому рад. Вот этот мой М16 винджет, он был у моего противника. Ребята, вы просто представляете, что было бы, если бы меня убили с этого М16 винджета. Это просто был бы трэш, невероятный просто трэш. Я сейчас возьму фамасик, чуваки. Пока что мне очень сильно везет. Меня никто не убил с дорогого скина. Но все, я чувствую, еще будет впереди, чуваки. Я прям, знаете, я надеюсь, что меня не убьют сегодня. Не знаю, там... Да блин, хаешечки ловлю, задолбался. Я очень надеюсь, что меня не убьют там со скина за 1000 голды, за 500 голды. Потому что это просто трэш. Я не знаю, сколько мне донатить придется. Вот у чувака некромансер. Это по сути... По сути, это просто 10 тысяч голды. А если бы он меня сейчас убил, у меня пришлось столько донатить. Я бы задонатил, ну точнее не донатить. У меня и так 30к голды на балансе. Мне пришлось тратить столько. Авик, скрэч, опять, чуваки, опять. Опять, опять, опять авик скрэч. Я почти его убил. И самое, самое, ребят, плохое, что когда я умираю, я теряю свои дорогие скины. И они могут меня пойти и убить с этих скинов. Ладно, все. Я погнал покупать скин дороже в 100 раз авика скрэч. Так, суточки, я здесь. И меня опять убили с авием скрэч. Я уже знаю, что это стоит примерно 450 голды. Так что сейчас поищем скинчик за эту стоимость. И я вот сейчас думаю, какой скин приобрести. Ребят, я может возьму вот этот по 350 неончик. Давайте вот с такими наклеечками его купим. Немножко переплачу 18 голды. Просто он из коллекции Origin. Он будет стоить потом, через годик, уже и тысячи две голды. Я просто в этом уверен. Потому что все будут крафтить. Так что я его приобрел. Он у меня будет лежать в инвентаре. А мы направимся, чувачки, в каточку. Погнали. Ребятки, я тут. И, наконец-таки, мои тиммейты затащили раунд. Просто им огромное спасибо, что они просто берут и иногда тащат раунды. Им просто от души. Им просто респектус. А, я хочу забрать эту М16 бинжет. Я просто хочу ее забрать. Ой, это еще обычная М16. Все, я ее забрал. Так, фамайский, я, пожалуй, сюда куда-нибудь. А. Брат, ты куда забрал-то? Стрингер. Ну, хотя ему опасно давать. О, все, я, пожалуй, заберу сейчас на драковскую М16. Все, пусть лучше она будет у меня, чем у кого-то, кто ее потом сольет. Все, все, все. Это, знаете, называется прикарванил тебе, дорогой скинчик. Так будет, чуваки, безопаснее. Так будет безопаснее. Так будет безопаснее. Пропростреливаем. Там, вроде, никого нету. Так, туда, сюда, сюда, туда, сюда. Ам, это нормально? Вы вообще его видели? Я, чувачки, я сейчас пересмотрю это потом в монтаже. Но, чуваки, вы это видели? Как он меня убил, если его даже не было видно? Чувачки, это вот моментик спорный. Ну, ладно, я пойду покупать скинчик все-таки. Он убил без скина, это означает кейс. Но все-таки, чуваки, очень странно, очень странно. Ребята, дальше меня убили с оружия без скина. Это уже, получается, шестая смерть. Поэтому давайте сейчас откроем кейс. Откроем кейс фейбл. Я очень хочу все-таки, ребят. Я реально где-то в душе хочу себе бабочку выбить. Бабочку легоси. Именно хочу ее из кейса. Ну, юмп, серверус. Видимо, бабочка, чувачки, меня не хочет. Так что погнали в каточку. В надежде, что меня не убьют там, не знаю, с дорогого скинчика. Все, погнали в каточку. Так, чувачки, я снова здесь. И я увидел, как один из моих противников подобрал мой М16 винджет трековский. О, надо вот этот забрать. Вот этот, о, все забрал. Так, самое главное, чтобы у меня никто сегодня... Точнее, чтобы меня никто не убил с этого М16 винджета. Если кто-то меня и убьет, это будет просто трешак, чуваки. Он стоит там 4К голды. Это же вообще жесть. Реально, это просто треш. Поэтому, блин, а зачем я его сам купил? Я сейчас мучаюсь, не могу его сбросить. Нужно сейчас разобраться, где чувачки. Мне повезло, у меня есть М16 фасет. Блин, бомба на АА. Скорее всего, чувак, с этим дорогим М16, там тоже, наверное, находится. Хотя нет, там вот чувак с АК-12. Но, чуваки, если... Я больше всего боюсь умереть со своего скина, потому что они у меня дорогие. Противников скины вроде и дешевые, но все-таки тоже. Я уверен, стоимость какую-то име... Киди! Ладно, чуваки, АК-12 без скина, это еще терпимо. Но там, по-моему, у какого-то чувака был дорогой калашик. Да, АК-Р нано. Но он голды 3 стоит, но это тоже голды бы 300 вышло. Ладно, погнали, еще один кейс и купим. Пока что мне везет, но еще все впереди, чуваки. Еще полкатки впереди. Ребятки, меня убили уже в седьмой раз по счету, и это означает, что давайте купим кейс Скорпион. Я все равно не выбью нож, поэтому я открою Скорпион. Ну, может, мало ли повезет. Ха, фуф, хорошо, что мне Скорпион не выпало, а то я бы реально тильтанул, что такой говно нож выпал. Все, погнали в каточку, чувачки. Наконец-то, чуваки, мои тиммейты затащили. Раунд, и мы выиграли эту половину с счетом 4-5. Сейчас будем играть за террористов. Я хз, чуваки, что будет за террористов. Я просто реально хз. У меня есть G22 Неста трековский. У меня есть P350 статрековский. Я вот не знаю, что мне, с Нестом бегать? С Неста меня могут убить. А G22 может какой-то другой чувак подобрать. Так, ну, давай, продропни, пожалуйста, дропни. Все, делаем вид, что уходим. Делаем вид, что уходим. Все, делаем вид, что уходим. Потом резко возвращаемся на базу. Резко возвращаемся на рез. Резко возвращаемся на рез. Дропаем тут самый дорогой Глок. И берем P350. Все, теперь никто точно с моим Глоком не будет бегать. Я уже, уже спокоен в какой-то степени. 57, брат, что за 57? Генерал Гавс, что ты делаешь? Ну, хотя бы у тебя скинов нет, фу. Генерал Гавс меня убил по его приказу. Я иду покупать сейчас кейсик. Но, чуваки, представьте, ведь это мог быть, не знаю, юсп ту ерс какой-то синенький. Это могло быть просто, ну, не знаю, огромное количество золота. Но Генерал Гавсик скинчиков все не закупил. Так что погнали покупать скин. Ребятушки, я вернулся. Давайте возьмем кейс ривайвл. Ой, ривайвл, ривайвл кейс. Мп7 Афродик, пусть им очень хочется. Мп7 Афродик, пожалуйста, выпади Мп7 Афродик. Блин. Я хотел Мп7 Афродик. Ко мне выпало М4 Гранд Прикс. Ладно. Погнали в каточку, чувачки. Ребята, я снова нахожусь в каточке. Я только что приобрел скинчик. И, чувачки, наших противников осталось уже четверо. Это меня немножечко хоть успокаивает. Ну, потому что против четверых такой челлендж выполнять уже попроще. Это уже попроще. Итак, давайте сейчас, пожалуй, возьмем АКР-12 и попробуем резко на первых таймингах прострелить дверь. Просто на резких таймингах. Не получилось. Ладно, все, уходим отсюда. Так, все. О, найс. Одного чувака уже убили. Я вот думаю, ребят, реально, есть ли, интересно, у них прям мега дорогие скинчики. Ну, хотя бы голды за 100. Потому что это тоже, по сути, дорого. Ведь 100 умножить на 100 получается сколько? Чувачки, я думаю, вы знаете ответ. Получается 10 тысяч. А 10 тысяч голды прям вот так тратить на видос, это же вообще трэш, чуваки, это трэш. Так мы остались 3 в 2. Я сейчас либо по-любому углу, либо затащу. Опять АКР-12 и опять без скина, чуваки. Брат, пожалуйста, тащи. Потому что я не хочу им отдавать свой АКР-12 Райл Ганса драговский. Так что ты обязан затащить. А я пошел покупать скин. Итак, ребята, я снова здесь. Я снова с вами. Сейчас купим снова ревейвл кейс. Ревейвл кейс снова купим. И давайте забустим лакшери команды. Возможно, он нам все не выпадет. Было бы реально неплохо. Ну, дико, драговый глаз, трэковский тоже неплохо. Ладно, обычный. В общем, вот так вот, ребят. Погнали в каточку. Так, чувачки, я снова тут. И угадайте, что подобрал мой противник. Он подобрал АКР-12 Райл Ганс на трэковский. Почему они все так любят подбирать, дорогие скины, чуваки? Почему у них какой-то фетиш на это? Они просто берут... Ты еще и глок мой забрал. Брат, а у тебя есть дроп какой-то? Они просто берут и все подбирают, дорогие скины. Я хз, с чем это связано. Реально. У меня... Ну, хотя я тоже так делаю, наверное. Ну, чел просто забрал АКР-12. Просто забрал АКР-12 мой. И я теперь чувствую... Могу прокакать... О, вот он там, наверное, и сидит. Могу прокакать прямо огромное количество голды. Опа. 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 О, опасный момент. Что там было? Так, смотрим. Есть ли у кого-то мой АКР-12? Да, блин, вот... Чуваки, бой. Я вот, знаете, вот я закупаю дорогие скины, а потом у меня какой-то страх есть, что я могу с этих скинов и умереть. И, знаете, вот круто, когда, конечно, у тебя есть дорогие скинчики, но, блин, страшно, капец. Просто капец страшно. Ведь, ну, по сути, он стоит 4К голды, чуваки. 4К голды это, ну, в 100 раз. Посчитайте, сколько это голды, ну, это же вообще трэш. Поэтому я прям, капец, боюсь из-за этого. А, просто на префис забрал. Но я знал, что там чел будет, скорее всего. Так что... О, нет, дигл я, пожалуй, обратно заберу. Так. Ну, кстати, вот сейчас у меня АКР-12 за 5 голды, по-моему. Или что-то такое. Надо бы мне мой АКР-12 обратно забрать. Рейлгановский. А то что-то чел с ним бегает так себе радостно. Блин, ну, кстати, осталось еще 2 раунда, чуваки. Ну, вы просто представляете, насколько, насколько это, вы знаете, прям, сердечко моментами колотится. Что вот возьмешь и просто сольешь, ну, не знаю, там, 1010 голды. Вот просто на ровном месте. Хотя, я не знаю. Брат, давай, подожди, дропни мне АКР-12. Брат, брат, брат. Пожди, 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 пожди. Все, найс, 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 чуваки. Все, найс, 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 найс. Все, я чувствую себя спокойно. Я забрал себе АКР-12 обратно на базу. О, я еще генерала Гавса с него убил. Отомстил за его киллы жесткие. Ну, не, ребят, все, сейчас на жестких киберспортивных кондициях летим. А, ну все, можно просто заставить бомбу и убегать. Все, бомба поставлена. Все, чуваки, все. Походу, мы здесь уже затащим. Не, ну, вы представьте, как страшно мне было в первой половине, где чувак просто бегает с моим винджетом. И это вообще жесть. Я просто хз, если у них еще дорогие скины, но вроде у кого-то там прям реально есть дорогие. Нельзя расслабляться, ни в коем случае нельзя расслабляться. Найс, его убили, но у него был без скина Фомасик. Так что это меня хоть немножечко спасает. Блин, вот чуваки, которые играют без скинов, вы просто, чуваки, лучшие. Вы помогаете мне записывать такие челленджи? Вы, вы, ребята, реально лучшие. Хотя вот у этого чувака бабочка. Все, фу, чувачки, мы наконец-то затащили эту каточку. Давайте посмотрим, сколько же ММР нам дадут. Честно скажу, прям капец сердечко колотилось во время катки. Боялся, боялся потратить голду, боялся потратить там, ну, не знаю, тысяч 10, 20, 15, 18 ММР нам дали. Ладно, ребята, ставьте лайки, тыкайте на ролик, который появился у вас на экране. Чуваки, если мы соберем под этим роликом 15 тысяч лайков, я сниму еще одну такую часть, потому что вам, я уверен, понравится такой ролик, вы поставите лайков, потому что это, во-первых, интересно, это, возможно, затратно, и я надеюсь, вам это понравится. Тыкайте на видос, который появился у вас на экране, и всем пока-пока, чувачки. Все, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok